Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Давид и Саул Эрнст Юсефсон. 1878 год. Холст масла 110 на 144. Эрнст Юсефсон, известный шведский живописец, график и поэт. Обучался в Королевской академии изящных искусств, при этом много путешествовал, занимаясь у местных мастеров. Художник изображал интерьеры замков, крестьянки и жилищ, национальные пейзажи, портреты современников. Его произведения близки к стилю символизма, а некоторые предвосвятили течения, которые появились только в 20 веке. Экспрессионизм и модернизм. В 1888 году у него резко ухудшилось психическое здоровье. Был поставлен диагноз «преждевременное слабоумие». Это разновидность шизофрении. Но он продолжал писать. Представлена работа на библейский сюжет, относится к раннему периоду творчества мастера. Саул – основатель Объединенного Израильского царства. Давид – ловкий и отважный юноша, славивший умением играть на арфе. В тяжелый для Саула период приближенный дали ему совет разлить себя музыкой и рассказали, что в Ефрееме есть превосходный музыкант. Давида призвали во дворец. Когда правитель внимал ему, плохие мысли отступали. Саул изображен сидящим в кресле, поддерживая голову правой рукой. Алый плащ окутывает практически всю его фигуру. Перед властителем на первом плане расположен небольшой столик. На нем сосутся цветком меч и стрела. Рядом с царем стоит Давид, играющий на музыкальном инструменте. Взгляд юноши устремлен вверх. Комнату наполняют звуки. Композиционное построение полотна достаточно просто и основано на противопоставлении образов героев. На это же направлено и колористическое решение. Ну вот такое описание к работе Эрнеста Юсефсона Давид и Саул я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Я пользовался текстом книги Великие музеи мира. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok